Когда вы передвигаетесь по городу, что какая-то жизнь такая реальная, она проходит за окнами автомобиля. Я не знаю, вы знаете, что происходит в стране? Сколько людей там получают? Какие проблемы? И так далее, и так далее. Потому что на самом деле задают такой вопрос. Слушай, я же выхожу из машины когда-то. Я же общаюсь с людьми. Я в курсе. Конечно, в курсе. Я не в курсе только магазинов новых и ресторанов. Потому что практически никуда не хожу. Такая однолюбка какого-нибудь одного ресторанчика, однолюбка какого-нибудь магазинчика и все. А та жизнь, которая за окнами автомобиля, она мне близка и понятна. То есть за всем этим внешним лоском звездным во мне же остается человек. Ты готов к тому, что совсем личные вопросы задавать по поводу тебя и Алла? Есть ли у нас секс? Ты знаешь, во-первых, любой вопрос про личную жизнь, беспардонные вопросы, это на 99,99 вопрос от журналистов, посаженных в зал, вклиняных в народ. К вопросам от журналистов я привык уже давно. И вообще, честно говоря, какая мне разница, какие вопросы мне задают? Главное, есть ли что ответить. У меня как-то нет сомнений, что у меня есть что ответить на любой вопрос. Сегодняшний вечер он будет в корне отличаться, потому что народ действительно будет задавать вопросы, которые его интересуют, а не которые ему написали, честно. Вот вы не боитесь острых вопросов? Я вообще никаких вопросов не боюсь. Острые они, тупые. Чаще тупые, чем острые. Запомнился ли вам в последнем году какой-то вопрос? Ты сейчас меня спрашиваешь, как будто я участник игры «Что, где, когда». Какой вам вопрос запомнился? У меня столько было вопросов, что они уже все смешались в одну кучу. Ну, помню, что где-то на прямом эфире за границей на нашу мигрантскую публику был вопрос, как вы считаете, какая разница между Америкой и Россией, Советским Союзом? Я сказал, 9 часов. Все были довольны. Это моя любимая машинка. Мне ее подарили сколько лет назад? Боже, вон-то в шар-птице, помните. 10 лет назад. Да, 10 лет назад мне подарили. Даже больше. Она уже такая старенькая, уже, пожалуй, Мэри, я ее зову. Мне ее очень жалко. Я уже ее жалею, уже чиню из последних сил. Она отдает мне все, что у нее есть. Мы всегда, и я, и Алла, мы были самодостаточны. Если речь идет о кухне, об этой сфере жизни, то уж, наверное, паровоз, наверное, Алла, а не я. Я. Да. Вот, поэтому... Что касается паровоза, на этом паровозе он меня привез в этот замок. Да. Если говорить... Если говорить... Если говорить о финансовой стороне, ну, сейчас... Сейчас... Пенсионерка. Да, сейчас я зарабатываю уж точно больше, чем Алла, потому что Алла, в принципе, сейчас не работает. Я с удовольствием зарабатываю, трачу эти деньги на нашу совместную жизнь. Замок был построен на те деньги, которые я зарабатывал за... Ну, все эти годы. Сейчас, когда мы уже въехали, Алла покупала какие-то вещи, мебель, и сделала целый кинозал в подвале. Абсолютно... Абсолютно... Абсолютно не... Даже не ставя меня в известность о подробностях дизайна. Дало ли мне знакомство с Аллой дополнительный толчок популярных? Ну, ешкин кот. Конечно, дало. Было бы странно. Ну, ладно, это мне дало. Ну, это да. Алла так говорит. А что ты молодой и в фаворе, и в бешеной был популярности?